В конце декабря 2009 года на сайте Гомосутра появился список лучших игр первого десятилетия нынешнего века. Самую верхнюю строчку в нем занял World of Warcraft. Тогда игра только отметила пятилетие и была на пике популярности. Число подписчиков достигало 11 миллионов человек. Подходит к концу второго десятилетия и в 2019 году Вау отметит 15 лет со дня релиза. Для компьютерной игры, в которую до сих пор играют, 15 лет это более чем почтенный возраст. Конечно, время расцвета пройдено, число активных подписчиков уменьшилось как минимум вдвое, а может быть и втрое, но Вау по-прежнему является одним из столпов жанра ММО. Можно по-разному относиться к игре, но безусловно этот проект является значимым явлением как для индустрии компьютерных игр, так и для других сфер. Чего только стоит тот факт, что через игру прошло около 100 миллионов человек из самых разных стран. Однозначно это культурный и социальный феномен, внимательное изучение которого еще впереди. Об этой игре написаны десятки книг, сотни статей и сняты десятки тысяч роликов. Казалось бы, что еще можно добавить? Тем не менее, добавить есть что. У каждого игрока есть неповторимый опыт игры. Каждый по-своему открывал для себя мир Азерота. Радовался удачам и огорчался поражением. Победа над первым рейдовым боссом или соперником на арене. Маунт, выбитый после сотни попыток. Или бисовый эпик, упавший на первом ЖКД. Мы находили новых друзей, ссорились и теряли старых. Да, это игра, но она давала нам вполне реальные переживания и чувства. Со вселенной Warcraft я знаком в середине 90-х годов, а World of Warcraft играю с 2008-го. С перерывами, но тем не менее. В 2009-м году я начал вести блог казуального геймера, где рассказывал о своем игровом опыте, давал оценки игре, общался с другими игроками, делал обзоры как актуального контента, так и старого. Фактически это довольно подробная личная хроника моей жизни в Азероте. Именно поэтому я решил написать книгу, а также сделать серию видео, в котором рассказал бы о своем почти десятилетнем опыте пребывания в Азероте. Устраивайтесь поудобнее, рассказ будет долгим. И начну я не с Warcraft, а с моего знакомства с играми вообще и тем, чем был гейминг в 90-х и нулевых годах. Первое мое знакомство с компьютерными играми произошло в пионерском лагере в середине 80-х. Тогда это была игровая приставка, подключенная к черно-белому телевизору. Игра называлась «Теннис» и представляла собой две палочки, отбивавшие мячик. Чуть позже, уже в классе в девятом, в нашей школе появился компьютерный класс с ПК «Агат». Тяжелые, кажется, чугунные клавиатуры, но уже цветной монитор и игра-диверсия. Мы управляли зенитной установкой, которая сбивала парашютистов, прыгавших с вертолета. В начале 90-х началась массовая компьютеризация тогда еще Советского Союза, и первыми персональными компьютерами стали поиски, которые были клонами IBM на базе процессора 8088. На таких машинах я и получал первый опыт работы с компьютером. Диплом я писал в редакторе «Лексикон», писал программы на «Бэйсик» и, конечно же, играл. Опять же, это были достаточно простые игры, Арканой, Тетрис. Что-то более серьезное, типа авиасимулятора F-15 Eagle, ворочались на нем медленно, игра превращалась в слайд-шоу. Первое железо, к которому я получил доступ и которое можно было назвать полноценным компьютером, была «Тройка». Тогда я работал в одном из НИИ при Укренерго, и в один прекрасный день мне отдали полное распоряжение к компьютеру на базе процессора 386DX40 с памятью аж 4 МБ и монитором SVGA. Хорошо помню, как я осваивал на нем Excel, когда это еще не было мейнстримом, и, конечно же, начал пробовать первые игры. Пара слов о том, как тогда, в начале 90-х, игры вообще попадали на компьютер. Интернет пребывал в зачаточном состоянии, в сети ходил через модем, подключенный к телефонной линии. Качества связи хватало только на то, чтобы пользоваться почтой и с переменным успехом серфить по сайтам и читать конференции Фидо. О том, чтобы качать игры из сети, речи не было, получалось слишком дорого. Поэтому игры чаще всего передавали друг другу на 3,5-дюймовых дискетах. Небольшой революцией стало появление на рынке доступных CD-ромов. И вместе с ними по городу, как грибы, стали появляться точки, где торговали дисками, которые называли сидюками или компактами. Фильмы, сборники музыки, цифровые энциклопедии и сборники игр на одном крещатике в середине 90-х я знал не меньше 6 точек, где продавалось все, что душе угодно. Ну а центральным местом, где торговали медиа, была Петровка, где таких точек было несколько десятков. Конечно, все это было по большей части пиратской продукцией. В лихие 90-е покупать лицензию за 30-40 долларов было не по карману большей части населения. Да и, честно говоря, в магазинах таким торговали редко, потому как спрос был так себе. Коса мои игр, то популярностью пользовались сборники, на которые запихивали 3-4 десятка игр. Ужимались они за счет вырезания части контента, например, внутриигровых роликов. Игры шли в комплекте с хряками, программами взлома. Правда, запустить такую игру было еще тем удовольствием. Чаще всего половина залитого на диск вообще никак не хотела запускаться. Часто они вылетали без особой на то причины. Короче говоря, пиратская продукция есть пиратская продукция. Ну а теперь про Warcraft. Warcraft Org vs. Humans мне принесли в архиве на 3-х или 4-х дискетах. Была середина 95-го, и к тому времени я уже успел пройти вторую Дюну, одну из первых удачных игр в жанре Real-Time Strategy. И скажу, что первая часть произвела большое впечатление. Сюжет был примитивный, и Дюна тут давала два корпуса форы, потому как опиралась на классический сеттинг фантастической серии Дюна за авторством Фрэнка Херберта. Запомнилось разве что смешное «зак-зак» до то, что эти зеленые уродцы пришли из какого-то другого мира. Справедливости ради игра понравилась, и когда на рынок попала вторая часть, я ее сразу купил. Вернее, купил в составе сборника игры. И вот тут началось действительно самое интересное. Первое, что стреляло, это атмосферность, причем музыка здесь была главным фактором. «The sound card works perfectly» Простые и запоминающиеся мелодии, которые прекрасно соответствовали тому, что происходило на экране. Геймплей, конечно же, стал интереснее, графика симпатичнее, но, что самое главное, в игре появилась история. Не знаю почему, но тогда из героев мне больше всего запомнилась «Аллерия ветрокрылая» и «Утро светоносный». А еще в игре появились летающие существа и корабли. Игра захватывала по всем направлениям. Бодрый геймплей под бравурные мелодии лихо тащил по сюжету. Я отыграл за обе стороны и получил массу удовольствия. Весной 1996-го я уехал в Европу на практику. Местом дислокации была «Тихая Дания», где я провел несколько месяцев. В местных магазинах продавались, ясное дело, лицензионные игры. Только один раз я увидел на прилавке сборник карт для Doom, но тогда мы с ребятами-стажерами так и не поняли, легальный это был товар или нет. На выходные мы довольно много ездили по городам и городкам. В одном из них, Тистеде, я наткнулся на диск с дополнением Warcraft 2 Beyond the Dark Portal. Дело было еще до введения евро, и игра стоила 120 датских крон, порядка 20 долларов. Почесав репу, я купил диск. Это был первый лицензионный диск компьютерной игрой в моей коллекции. Хотя почему был? Он до сих пор есть. Обычный компакт, даже не в джевил-упаковке, и вместо обложки небольшая книжечка с артами и описанием сюжета. Домой я вернулся в середине лета, но до Темного Портала добрался только осенью. 96-й год был богат на интересные релизы, и чего стоил только выход первого Quake. Потом я залив в XCOM, и только где-то к своему отпуску решил поставить Warcraft. К тому же в доме была уже четверка, то есть 486-й DX66, на которой вполне сносно ворочался Warcraft. Правда, сразу дело не заладилось, и на ломаную пиратку лицензионное дополнение остановиться не желало. Пришлось покупать диск, другую версию, тоже ломаную, но не настолько сильно. Она шла на отдельном компакте со всеми синематиками. Может показаться смешным, но именно тогда я увидел интро ко второму варику, и меня просто мурашки пробрали. Та осень прошла под знаком Warcraft. Я прошел обе кампании полностью, и очень сожалел, что контент кончился, и даже попытался сделать несколько карт с помощью редактора. Карты не получились, я распрощался с Warcraft на несколько долгих лет. Хотя сказать, что они были скучные, нельзя было. В конце года вышел первый Diablo, а весной 98-го выпустили первый StarCraft. Blizzard стала для меня студией номер один, и поэтому релизов Warcraft 3 и Diablo 2 я уже ждал как преданный фанат. В начале нулевых ситуация с играми стала сдвигаться в лучшую сторону, время сборных сорянок проходило. Все большую долю на прилавках занимали компакты с отдельными играми. Стали появляться лицензионные диски. Второй немаловажный момент – появилась русскоязычная игровая журналистика. Отношение с игрожуром будет посвящена отдельная глава и видео. Здесь же только скажу, что основную информацию я тогда получал именно из журналов. Как-то весной 98-го я зашел на одну из точек продажи компакта и увидел на прилавке журнал «Навигатор игрового мира». Полистав его, я понял, что ребята как минимум разбираются в том, о чем пишут, и с тех пор я стал регулярно покупать ним. Большую часть игровых новостей получал из журналов, среди которых для меня основными стали «Навигаторы» и «Игромания». Кроме этого, были еще конференции ФИДО, в которых обсуждались игры, но все же игровым журналам не доверял больше. «Диабло 2» вышел летом 2000-го, год, когда я серьезно увлекся РПГ. «Балдрус Гейт», «Вэнскейп Томмэнд», «Айсвин Дэйл». В этой линейке действительно ролевых игр «Диабло 2» был белой вороной. Меня хватило всего на три недели ураганного хак-н-слэша с минимумом текста и максимумом лута. Докажданный релиз Warcraft 3 состоялся летом 2002-го. На диске с игрой оказался PDF с мануалом, где немало места было делено лору игры. Хорошо помню, как я читал историю Саргераса, Пылающего Легиона, Короля Веча, и для меня открывался совершенно новый мир. Первые две войны между орками и людьми в Азероте оказались небольшими заварушками на фоне силы космического масштаба. Рамки вселенной расширились, история падения Саргераса и возникновения Пылающего Легиона выводили игру на новый уровень. Чувствовалось, что разработчики немало поработали и сделали задел на серьезное развитие серии. В отношении других аспектов игра тоже не подкачала. Вторая половина 90-х и начало нулевых для индустрии компьютерных игр были еще одним рубежом. Время спрайтовой изометрии проходило, 3D-движки становились новым словом, кардинально меняя как графику, так и требования к железу. Warcraft 3, который, как уже сейчас известно, разрабатывался параллельно с World of Warcraft, был первой игрой Blizzard на 3D-движке. В ранних играх RTS в Real Time Strategy было две расы, которые зачастую отличались только цветом юнитов. В StarCraft Blizzard смогли сбалансировать три уникальные расы, и это было значительным шагом вперед по тем временам. В Warcraft 3 рас стало 4, среди которых моей любимой стали Ночные Эльфы. Как и предыдущие части, третьи и дополнения The Frozen Throne были пройдены на ура. Сеттинг прочно занял свое место среди любимых фантастических вселенных, таких как, например, Средиземье и Дюна. О жанре ММО я узнал из игровых журналов. В том же ним была отдельная, хотя небольшая рубрика, которую вел Игорь Бойко, главред издания. Его репортажи из Ultima Online и EverQuest заставляли облизываться и смотреть на грушу, которую нельзя скушать. А еще иногда я ходил мимо полок магазинов, где продавались уже вполне себе линцизионные диски, в том числе и вау. Было два сдерживающих фактора. Это оплата абонентки и интернет. Не то чтобы 15 долларов в месяц было очень много, но кредитки у меня еще не было, и единственная форма безналичного расчета была вебмани. Кабельный интернет тоже провели только в конце 2005-го. В силу того, что можно было расплачиваться вебманями, первым моим проектом в жанре ММО стала EverQuest 2. Этот проект примечательный тем, что по сути является ровесником вау. Игра вышла за две недели до релиза World of Warcraft в Северной Америке. Проект упрощили большое будущее, а вау серьезную конкуренцию. Первая часть, которая вышла в 99-м, была одним из самых успешных ММО-проектов с аудиторией на пике, достигавшей 100 тысяч человек. Всем этим прогнозам не суждено было сбыться. EverQuest 2 занял свою нишу и до сих пор имеет аудиторию, равно как и первая часть, но никогда за свою историю не смог даже конкурировать с World of Warcraft. В августе 2006-го была запущена локализация EverQuest 2. Оператором выступила компания Акела. Подняли два сервера, один ПВЕ, другой ПВП. Я пошел на Барен Скай, который был ПВЕ. И в этой игре я провел год с перерывами. Впечатления от этого приключения остались противоречивые. С одной стороны, комьюнити на сервере было дружелюбным, я довольно скоро нашел себе гильдию. Экзорцисты были рейдовой гильдией, правда, я уже не помню, сколько дней в неделю они этим занимались, но, несмотря на то, что они были рейдеры, а я нубом 25-го уровня, никакого пренебрежения, свой адрес я не чувствовал. Наоборот, всегда помогали советам, а иногда и деньгами. Нарад был первым виртуальным миром, в который я попал, и, надо сказать, он был довольно живописен. Я читал, что графику в РКВС-2 критиковали, но, как по мне, выглядела она вполне достойно. Это был приятный момент. Из того, что не понравилось, довольно тяжелая для понимания игровая механика и трудности с внутриигровыми деньгами. Механику я так до конца и не понял, зарабатывать так и не научился. Крафт представлял собой игру в игре со своими спеллами и их ротацией. При неправильной ротации можно было бы запороть реагенты и произвести кучу хлама. Все это порядком замедляло прокачку персонажа. За то время, что я провел в игре, мне удалось прокачаться только до 25-го, тогда как левел кап был 70. Зачем я все это рассказываю? Затем, чтобы акцентировать внимание на том, чем был привлекательен World of Warcraft и почему я без долгих колебаний покинул Нарад. В декабре 2007 года меня в очередной раз занесло на Петровку. Что я там искал, я уже не помню, но помню, что я там купил. В тот день я купил пиратскую версию ВАУ. Хорошо помню, как продавец сказал, что это криво, поломанная копия и нормально играть не получится. Я себя считал опытным геймером и поэтому пропустил его словами мимо ушей. Хотя, стоит признать, парень был прав. На диске была ванила версия 1.12. Разобравшись с установкой, я загрузил игру и создал Война Хумана. Дальше были поломанные квесты, отсутствие тренера, у которого можно было выучить навыки и пробежка из Элвинского леса в Штормград. Побегал по пустой столице, я решил посмотреть другие локации и создал опять же Война на Дворфа. В стартовой локации обнаружились люди-квестодатели. Психав репу, я вышел из игры и понял, что не буду выиграть в эту поломанную версию, но твердо решил, что саму игру обязательно попробую. После нового года я походил по сетевым ресурсам, чтобы понять с чего начать. В результате понял, что надо брать Battle Chess. В начале 2008 в комплект входила оригинальная игра и дополнение The Burning Crusade, а также два мануала. В конце января я опять наведался на рынок и приобрел коробку. Кроме честа, была куплена тайм-карта на 60 дней. Из прочитанного следовало, что для запуска игры нужно иметь активную подписку и только тогда можно было получить еще 30 дней бесплатного игрового времени. Тайм-карта. Это то, что заслуживает отдельного упоминания. Кредитка у меня тогда уже была, но без возможности проводить валютные операции за рубежом. Вебмани Blizzard тогда еще не принимали. Уже от продавцов на Петровке я узнал, что есть простой вариант оплаты в виде тайм-карты, которые без проблем продавались на рынке. Это была скретч-карта наподобие тех, что использовались для пополнения счетов мобильных телефонов в те времена. На карте была изображена ночная эфилька, а на задней стороне закрытой защитной пленкой код. Сама карта паковалась в джевел-бокс. Сейчас это все вызывает улыбку. Потом, когда я уже начал играть, у меня был запас из нескольких таких карт. Я покупал их прок, чтобы застраховаться от потерь из-за скачков курса. Напомню, дело было в начале 2008-го, когда играть можно было только на европейских сервералах. Локализация игры состоялась только в августе того же года, но и после нее я не конвертировал учетку и продолжал платить европейскую цену. Несмотря на то, что игра была куплена в январе, продолжал я играть в RQS 2 еще месяца полтора. Игра была оплачена, и в принципе мне все нравилось, поэтому я особо не спешил. И только в марте 2008-го года я попал в Азерот. О начале моих приключений в Азероте слушайте в следующем выпуске.